Законодательные базы стран-участниц ЕС в области фармакологии несовершенны. Они создают барьеры для клинических исследований. Об этом говорили сегодня на 14-м Евразийском фармацевтическом форуме в Алматы. Сейчас доля клинических исследований лекарственных препаратов на территории ЕС уменьшилась в России. Она едва превышает 29%. На втором месте Беларусь, на третьем Казахстан. С 2010 года наша страна провела 84 клинических исследований, а Россия – 18 тысяч. Сегодня в отечественной фарминдустрии заняты 96 предприятий, 33 из которых производят лекарственные средства, 41 – медицинские изделия и 22 предприятия изготавливают медицинскую технику. Казахстанские производители покрывают внутренний рынок лишь на 17%. Остальное возится из-за рубежа. Участники отечественного фармацевтического рынка намерены в перспективе довести долю на внутреннем рынке до 50%. В Казахстане появились совершенно инновационные производства. Карагандинский фармацевтический завод, завод «Санта», «Нобель», «Абди-Ибрагим» – четыре крупных предприятия, которые сегодня делают высококачественные препараты по самым высоким международным стандартам. На заводах даже выпускаются препараты инновационные, то есть биосимиляры. Биосимиляры для лечения онкологических заболеваний, для лечения эндокринной патологии.